Приветствую вас, аноним! Вы знаете, прочитав ваш текст, я пришел к выводу, что глубинная ваша проблема заключается в том, что вы боитесь близости. Близости вообще любой. И причиной тому, точнее даже не причиной, а доказательством, подтверждением является то, что до 23 лет у вас не было девушки. Что, в общем-то, по современным стандартам, да, довольно-таки необычно. У этого есть причины, у этого есть основания, ну того, что вы боитесь близости, то что вы скромный, мнительный, неуверенный в себе человек. Вот. Соответственно, это неверное и искаженное восприятие в себя. И ваша психосоматика, она по факту просто защищает вас, защищает вас от того, чего вы боитесь. Вот. И все. То есть причин здесь, в принципе, больше нет. Как бы это не парадоксально, может быть, звучало бы для вас. Вот. А если, если убрать ваш страх, да, то я более чем уверен, что проблема уйдет. Вот. То есть, знаете, это вот связано, ну, связано вот именно с этим. Дальше. Значит, по поводу есть и пить. Я думаю, что слишком много значения вы этому придаете. То есть, еда и пить, конечно, это важный, безусловно, момент, но мир на этом не зашелся. Вот. И мне бы хотелось, чтобы вы, ну, скажем так, отдавали себе отчет в том, да, почему для вас это так важно. Именно есть и пить все, что хочется. То есть, ну, понятно, что, ну, неприятно, да, это понятно. Понятно, что хочется, это тоже понятно. Но значение такое вы этому придаете. Почему? Потому что, скорее всего, больше вам это заменить нечего. Алкоголь, вполне возможно, вас раскрепощал, то есть, позволял себя чувствовать лучше, ну, не таким зажадым, возможно. Вот. Еда, ну, еда, скорее всего, позволяла вам чувствовать эндорфины. Счастье. Вот. То есть, ну, таким образом вы чувствовали себя как-то, может быть, комфортнее, что ли. Вот. Хотя это, конечно, тоже, ну, нуждается в исследовании. Короче говоря, ситуация вот такая. Короче говоря. И мне думается, мне думается, что начинать нужно с этого. Не совсем понятно, что вы хотите от психологов, да? То есть, ну, все-таки, все-таки психолог, психологи, они занимаются психологическими проблемами. Вот. У вас, у вас же есть очень много психологии. Вот. И мне кажется, что эти вещи, эти вещи, их нужно различать. Ну, то есть, необходимо отличать одно от другого, чтобы, ну, не путаться. Вот. Потому что, если у вас психология, то, соответственно, работать нужно с ней, да, с психологией. И это больше именно проблема, я бы сказал, физическая, да? Вот. А если вы мнительный человек, да, если у вас есть, ну, проблемы, просто проблемы с выстраиванием, например, отношений между людьми, то это другая история. Работать здесь нужно нужно в, ну, в другом контексте, понимаете? Вот. А психосоматикой, психосоматикой занимаются врачи. Ага, значит, клинические психологи. Вот. То есть, соответственно, ну, вам нужно обратиться именно к клиническому психологу. Вот. Ну, то есть, сперва поработать здесь, посмотреть, какой будет результат. Вот. Будет ли он вообще. Вот. Если не будет, да, то тогда, соответственно, вот. Ну, и изначальный страх близости, который у вас есть, его нужно разбирать, его нужно смотреть, его нужно исследовать и понимать, от чего же вас защищает психосоматика. Психосоматика, то, что она от чего-то вас защищает, это даже не обсуждается, потому что, ну, потому что, это очевидно. Психосоматика, она вам для чего-то нужна. Так что, вот, я думаю, что примерно так можно обратить, примерно так можно обратить ваши проблемы. Вот. Хотя я и не исключаю того факта, что вы, значит, имеете какое-то другое мнение на этот счет. Вот. Вот. И считаете, ну, как-то по-другому. Вот. Но в таком, в таком случае, если вы как-то считаете по-другому, то тут уже нужно определить, да, то есть, либо вы доверитесь нам, например, либо вы будете следовать своим каким-то, ну, препочтениям. Вот. Мы вам можем помочь только в том случае, если вы готовы довериться, если вы готовы довериться, нам довериться. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить. Стаса у вас, конечно, непростая. Вот. Ну и не безвыгодно. Никакой безвыгодности в этой ситуации я не видел. То, что вы социклились на проблеме, да, на том, что, ну, на, там, вот вы только об этом и думаете, да, как вы говорите. Вот. У этого тоже есть свои основания, я так полагаю. У этого тоже есть свои основания, то есть, есть основания, например, вам думать только об этом. Есть основания вам, значит, ну, рассматривать только такой расклад. Вот. У этого тоже есть причина. Какие причины? Какие причины? Это уже нужно набрать. Вот. Кайф тоже. Вот то, что можно вам сказать. Значит, выбирайте себе, выбирайте себе, значит, психолога на нашем ресурсе. Вот. И начинаете работать. Последовательно, вдумчиво, не тропясь, не спеша, вот, внимательно к себе. Вот. И все моменты, которые вас сбивают, которые вам мешают, да, эти моменты обязательно будут выяснены. Осознены и будут поддаваться контролю. Вот. Вот. Знаете, я задам вам такой вопрос. Он немного этот вопрос, знаете, такой необычный, ну, может быть, необычный для вас будет. Вот. Как вы думаете, как вы думаете, чем для вас может быть выгодна эта ситуация? Вы можете говорить, что нет, эта ситуация мне не выгодна ничем, что я от нее только проигрываю. Вот. Я, в принципе, вам верю, верю в то, что вы считаете так. Вот. Но все же, все же, все же я хотел бы, чтобы вы рассмотрели этот вариант. То есть, чтобы вы подумали, что может стоять за вашей такой, ну, за вашей, может быть, болезненностью, за вашей, такой мнительностью, что вы получили с тех пор, да, для себя, что вы получили с тех пор как, ну, как начали болеть. А чего вам не хватало до того, как вы начали болеть? Понимаете? 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 Это, мне кажется, очень-очень важный момент, на самом деле. Потому что именно от него, от этого момента зависит то, как вы себя позиционируете. Вот. Я предлагаю вам это рассмотреть. Не торопитесь. Не торопитесь. Отказываться от этой идеи. Вот. Подумайте, что вам нужно. Просто подумайте. Не торопитесь. Не торопитесь только. Отказываться. Хорошо. Мы здесь для того, чтобы вам помочь. Правильно? Вот. Никто не хочет вам ничего плохого. Вот. Мы хотим помочь. помочь. Поэтому спокойненько рассмотрите все аспекты, значит, ситуации. Понятно. Я надеюсь, о чем идет врач. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ полезен вам был. Благодарю. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.